Привет, привет, здрасьте, ребята! Когда вы будете смотреть это видео, скорее всего я уже буду на материке в своем маленьком 70 дневном отпуске. Но я же не могу просто так поехать, надо на материке что-нибудь набаламутить. Идея пришла такая, сделать поисковый магнит из этих уже убитых ордов. Не знаю насколько идея эта бредовая, заподлят ли это вообще и не стрессуют ли мне лампочку. Ведь я хочу поохулиться на монетки. Мой маршрут выставлен Москва, Южкорола, Сочи и может быть даже ближняя Забугорье. Там очень много фонтанов, где радостные туристы кидают свои монетки. Вот я их попытаюсь выловить. Поисковый магнит я хочу сделать сантиметров 40 наверное, чтобы захватить большую площадь где лежат мои монетки. Ну да ладно, надо сходить в помещение N, где почти все. Да, есть еще такие клондайки, где можно найти практически все для своих самоделок. А вот и то что мне нужно. На эту металлическую красоту я буду крепить магниты. Перемещаюсь в цифровой клондайк, ведь мне же нужны неодимовые магниты, которые находятся в жестких дисках. Так, сразу скажу для тех, кто пишет, ой сердце кровью обливается, это же такие нужные железячки для меня. Все эти системники были залиты дождевой водой, материнки, а в частности контакты просто сгнили. Так что все это уже никому не нужный электронный хлам. Да, кстати, есть еще вот такой массив и стоят на нем терабайтные диски. Его то конечно я не буду кошмарить, а по приезду из отпуска попробую запустить. Но этот кусок видео специально для майнеров, которые думают, что они разбогатеют вроде бы чиа-хойнами. Ребятки, спортивное домино и замечательная игра городки вам доставят намного больше удовольствия, чем разочарование в майнинге. Ну за разбор тодисков вы уже видели у меня на канале, как я собирал индукционную варочную панель, например или вращающийся нагреватель с помощью вихревых токов. Если кому будет интересно, можете найти у меня на канале. Интересно, что вот на этих стареньких жестких дисках крестообразные болты. Сейчас уже такого не встретишь конечно и не открутишь простой отверткой. Пощипал еще по мелочи системники, снял вентиляторы, но и оставшиеся процессоры. 45 сантиметров получается волокушек, но надо придумать, чтобы было что-то съемное, чтобы можно было веревку снять. Конечно же я не дам заскучать моим любимым и уважаемым соседям. Время то первый час, но когда мне еще заниматься сверлильными наладочными работами? Вот такой замечательный тросик поможет поисковому магниту быть более подвижным при скажем так сканировании дна. Пришлось еще немножко поработать напильником, чтобы сделать овальное отверстие. Вот такое крепление получилось. Это я сделал специально, чтобы волокушек не уходило вправо влево, когда начнут тянуть. Теперь осталось только наковырять магнитиков. А давайте-ка я оставлю этот кусок видеосборки без моего комментария и так все понятно. Целую линейку наколупал. Пора устанавливать магниты. Я долго думал как же закрепить магниты. Хотел клеить на эпоксидную смолу, но в голову пришел более простой вариант. Красота получилась. Теперь надо все утянуть термостяжкой. Что-то проходит, а что-то никак. Выглядит даже смешно. Словно какой-то ученый вон как находит ракету в окна. Странные люди и страшные сны наполнили все мои дни. И в ожидании новой весны не остались одни. Рано или поздно, что-то происходит на земле. Рано или поздно, я узнаю голос в тишине. 45 сантиметровый поисковый магнит готов. Небольшие тесты. Конечно длина веревки не позволительно мала, но для теста в моей маленькой мастерской я думаю и этого хватит. Я не стал рассыпать и тестировать монетки, если уже вот эти блины притянет. Я думаю, что монетки с легкостью будут притягиваться даже на расстоянии нескольких сантиметров. Неплохо, килограмма полтора-два наверное. Интересно, а какой-нибудь маленький сейф он сможет поднять? Вот тебе и харды! 70 килограмм на 5 весит! Работает штука! Да, и путем поворота магнит с легкостью отлипает. Интересно, а что можно еще выловить этим магнитом? В моей мастерской есть много чего интересного! В общем то я считаю неплохо, если такой магнит может удержать сейф. Килограмм 6 или 7 весит. Тебе интересно, что же я навлавливаю на этот поисковый магнит волокушу? Ведь собираюсь покидать не только в фонтанах, но и в озерах, в речках, городах. Вот поэтому счетчику подписок я определю, стоит ли снимать видео отчет. На материке я тоже буду снимать и монтировать. Так что советую где полазить, что переработать, куда сходить. Ну а я с тобой не прощаюсь, не болей самое главное и храни тебя Господь! До встречи! Подписывайся на инсту и смотри первым мое новое неотмонтированное видео. Между съемок я часто кидаю рабочие куски от снятого материала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok